приветствую вас друзья меня зовут евгений додали в эфире программа золотая рыбка и в гостях у нас самый недоступный и закрытый из актеров которые носят титул секс символа страны александр магаров знаю что вы не любите это определение но из песни слова не выкинешь это даже не журналисты придумали а собственно публик они понимают что так напрягаться ты чего не уже нет уже как раз не напрягаюсь лишь это это почему я хотел сказать погоняло вот этот лейбл был навешен очень давно поэтому сейчас и сейчас уже все как-то время поставил на свои места так что я даже не обращаю если говорить про погоняло то андрей сергеевич кончаловский неоднократно произносил формулу что домогаров это театральное животное при том что мне кажется что вы чек кино вот как как вы сами для себя это определение кончаловского я могу да конечно же не нет же я все-таки считаю твердо считаю что театр это первично я попал хочу вообще в профессии или случае я окрепный я граю простите но я возьму на себя такую ответственность скажу вообще в профиль так поскольку кино это замечательно фантастично это любовь зрителей огромного количества отличия от театра да а если телевизор то это количество зрителей увеличивается в разы театр это проверка артиста чисто профессиональный потому что в театре нету дубля в театре нету полгода на работу над картиной в театре есть может быть если как в хорошем кино может быть три месяца на подготовку 4 до репетиционный процесс но в театре ты все 10 вышел дай бог пол девятого сделали антракт если в антракте люди не ушли из театра значит ты еще что ты себя представляешь а если в конце спектакля то есть через три часа это в лучшем случае если там три с половиной люди еще в зале остались если они встали и тебе аплодируют как-то то и можно сказать что ты доказал им что ты артист не только на экране потому что ты дышишь ты ходишь ты вот сиюминутно существуешь а вот эти вещи надо фиксировать вот после каждый спектакль не возможно невозможно да почему потому что пленка не передаст невозможно потому что спектакль если это происходит если это хорошие артисты никогда не бывает похожего спектакля можно снять форму можно снять форму спектакля вот на тот момент когда он снят или заснят снимаю два дня и я у меня так было снят и дядя иванева кончаловского и три сестры и вишневый сад и сервис биржак я вижу когда снимался один день я вижу когда снимался второй я просто вижу это это совершенно разные спектакли а живой спектакль вообще в учителя так говорили не повторять вот сегодня получилось вам так кажется что у вас получилось не вздумайте завтра повторить потому что вы сделаете хуже и себе и зрителю потому что вы сделаете все вот ровно также только наоборот в плохую сторону не пытайтесь повторять идите заново это очень тяжело поверьте мне это выходить как чистый лист бумаги каждый день но смысле на спектакле и откинуть от себя все вот наши штампы то что мы наработки есть они конечно существуют когда ты можешь быть не в состоянии ты можешь быть не здоров ты или наоборот тебе кажется что ты в состоянии что ты готов творить ты играешь подходит партнер что ты делаешь ты можешь себя чувствовать очень плохо и партнерами а сегодня ты а у тебя это ощущение что минус поэтому говорю что театр она искусствующая секундная проверяющая профессионализм артиста а кино а физически что больше выматывает день на площадке или день на сцене день на площадке 10 минут работы 11 часов 30 минут ожидания ну вот я и спрашиваю но это ожидание может выматывать как работа ну не знаю если рубашка мокрая насквозь которую надо менять дважды за акт ну что выматывает больше за за час двадцать за час тридцать когда дважды меняешь рубашку чтобы она мокрая что выматывает выматывает в театр я думаю если ты опять-таки есть артистка работы с холодным носом которые вышли что ушли не так а коллега хлеба хорошо любит ничего у меня так не получается просто не получается категорически и я мокрый я очень люблю видеть мокрых артистов на сцене многие говорят мне это ужасно вы знаете но он мокрый ну как ну это же на фу это не эстетично это не эстетично а я вижу что человек вкалывает из него брызги летят фу как это ужасно это ужасно артист мокрый нет это показатель работы это показатель того это труд хорошо вот мы до начала эфира там обсуждали великую четверку в домогаровский стиль на координат де нира аль пачина кто еще николсон хоффман хоффман николсон хоть одного из них вы видели на сцене вы знаете их только исключительно по кино правильно я знаю по кино но я знаю что по крайней мере два из работают на сцене это пачина и де нира совершенно точно я первый раз увидел депардинь извините бельмондо работающего на сцене все равно до биржераки где мог в париже во франции не знаю в каком театре честно не знаю но нравится мне нравится эта другая ситуация но бельмондо работал на сцене играть и многие я знаю многие артисты многие артисты и нынешний камбербэтч а это и сейчас волнуйся на эфир многие работают на театре это это хорошая школа тренировка это тренировка это это даже не там нет не назвать этой тренировкой это новосу пачина сказал что чем отличается артист играющий в кино и артист играющий в театре в кино ты идешь по канату который положен тебе на земле в театре ты играешь по канату который натянут натянут метром над землей вот разница кстати все равно поскольку вы знаете наизусть но практически да вы наверное без знания французского смотрели или владеете нет я не без знания французского потому что по каждой реплика здесь мне было просто интересно ну пьесу знаешь она на все сцены они по крайней мере мне понятно о чем вы все время польский выучили гофман рассказывал я выучил его я учил его пять лет но через там месяц наверное восемь я понимал практически все но опять мне повезло потому что хофф нам великолепно говорил по-русски вся группа была такая в принципе возрастная которые застали еще польшу туков который изучался русский язык ему обязательно обязательно неважно но они вот это контингент людей был цен с возрастной которые знакомы были с русским поэтому меня тогда у хоффмана проблем не было с русским языком но поскольку естественно они все общались на польском я его слушал я запоминал но для меня это я уже много 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 раз об этом говорил у меня был страшный ступор я не мог его громко на нем говорить я мог что-то подшептывать все равно переходил на русский про меня прекрасно понимали потом когда я столкнулся уже с лазаркевич когда я столкнулся с вайдой уже надо было вайда вообще не говорил по-русски хотя знает русский но принципиально не говорил по-русски из-за чего из-за русофобии знаю я не не хочу говорить на эту тему не знаю почему не думаю что не тогда были нормальные отношения никакой русофобии там не был просто принципиально он я от него не слышал не фраза по-русски не фраз а вы только устную речь вы учили или могли я могу это я могу сейчас считать но так тяжело но я папа я пойму смысл а читали то рецензии на вашу работу нет не повторно почему тогда не к за во первых до меня эти рецензии грубо говоря не доставлялись по велению мастера хоп он меня в этом плане перекрылки ну я видел конечно мы глупо не видеть потому что тогда в каждом журнальном ларке лицо было но как таковых рецензии я не читал не читал а в кракове с тех пор бывали нет 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 бывал 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 вру после по после чего но спать после того как отыграли на сцене краковского не отбывал когда года через три-четыре мы снимали еще сериал нюанс кровь из кровь из крови крови за кровь да мы там были я знаю что люди вашего цеха мне так во всяком случае миша ефремов говорил очень не любят когда их спрашивают про предстоящие работы из соображений не люблю глаза то есть не будем на это но во первых нет такого материала которым я все сказал аля оля олюлю я получил такое что я прям рад есть предложение замечательно если меня выслушают и мы чуть-чуть подправим сценарий как мне кажется в хорошую сторону по персонажу то может быть вы ощущаете себя востребованным сейчас а в мире кино да сейчас да в кино нет нет и не хотите материал то что я читаю лучше нет может быть мне такое предлагают а следите за тем что делать за сериалы отсматриваете допустим осматриваем и что не возникает желание там вот то что рассматриваю нет то есть не 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 был не был я не во первых то что сейчас заполонила весь телевизор этой комедии ну как большинстве своем серьезных сериалов которые ну если говорить о сериальном движении которые затронули мою душу я вижу только на каналах hbo и других враждебных нам коллег ну я сучу конечно но там 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 как-то люди стараются извлечь какую-то ну как сказать не просто сниматься до но ввести какую-то политику что я не знаю паре пропаганику исполнительной политику нет политику 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 драматургии хоть какой-то я здесь у нас не вижу даже наверное есть смешные камень и не смешно не недавно совершенно исполнительный директор диснея сказал что они теперь не будут снимать белых мужчин традиционный катастроф в главных ролях что это политика будет такая компания это политика знаете что на оскаре скажешь обязательно значит да но я не про это это уже это может с вашей точки зрения установка на то что обязательно в кино должны быть лесбиянки негры и прочее опустить уровень или все-таки там настолько для 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 меня это опускается планка неимоверно для них не знаю если это равенство которое сейчас во всем я для меня это шок честно вам скажу у меня это катастрофа я не увлекательный материал про балет думаю да хорошо 1 здесь и хорошо хорошо же сразу хочется уже больше не смотря потому что думаешь ну да будем говорить о профессиональных делах мне это нравится первые две серии но потом когда начинается поэтому женой посоветую не знаю я я честно не очень понимаю как может болейна играть чернокожая артистка я не бы я не понимаю этого никогда не пойму но если они так хотят но ради бога если у них это признано нормой ну давайте говорить о такой норме я не принимают на нас это ждет у нас может какой-то момент тоже вот ну суть потому куда крутится наш мир почему бы нет это ужасно я не доживу слава богу поверьте мне я буду я надеюсь я буду так что это будет после меня извините внуки будут приходить дедушка как хорошо что ты этого не еще в прошлом году николай максинич скаридзе предсказал вот в беседе со мной что нас ждет волна вот этих всех разоблачений значит вот домогательстве то что называется в гради на холме харассментом что в америке здесь вот у нас проклова рассказала недавно как народной любимицы и 15-летнюю совращал нужно про себя не боитесь что вдруг раз и кто и не будет сейчас мясо мне мы все раз сыном сидим пьем кофе тут читал про тебя я тоже читал какая-то значит гражданка ты прислала письмо куда-то там по ее мнению что я там что-то такое он будет нет папа сейчас понятно хорошо тебе это просто как проскакиваешь но если бы это сейчас это было в америке тебя бы сейчас все тебе конец но это же не человек с которым я существую вот в нормальной жизни вот я живу с человеком это же она написала это же какой-то человек ты прислал куда-то значит письмо я не если вы мне объясните зачем я хорошо кто-то будет про кого-то рассказывать если я пойму цель ну как бы 20-летняя до 20-летней давности 30-летней давности история да вот ну что надо было уничтожить ваннштейна что надо было уничтожить его на корню как как личность как человека который создал много хорошего просто уничтожить смысл какой кто это может доказать в том-то и дело что доказать кто это может доказать это ну как как это возможно доказать это ну что я напился укололся объелся таблеток пришел на интервью ваннштейн я не понимаю честно говорю ну не понимаю это так опять-таки американская политика какая-то новая за что зачем почему и сразу 25 человек тоже это именно и нас тоже и нас тоже ну хорошо засветились в сми ну поговорили о вас ну дальше не понимаю честно не понимаю непонимаю не пойму и слава тебе это не предназначение не сделает удовольствие тебе от это какое тебя все приклеил кто-то проклинает этот год молодец кто что а себе чтобы от тебя опять поговорили 10 дней смысл хорошо ну а вот внутри цеха в тусовке бывали в свое время какие-то такие истории которые не выходили в медиа плоскость но вами обсуждались же кто такой вот верьте мне да я никогда в жизни даже вот если начинают говорить а ты знаешь или вот туда вот по коридору по коридору в сторону буфета я в гримёрке если мне было интересно кто и чего куда я пошел в буфет но поскольку я в буфет не хожу и пью кофе в гримёрке поэтому мне не надо рассказывать мне глубоко не интересно наверно кто-то ску кого-то что-то где-то обсуждал но клянусь вот у меня и моих родителей нет давно у меня есть названная мама заслуженная артистка кнушевицка и уже много лет и она как свой человек а ты знаешь саня это место словно туда к соседкам хорошо как вы относитесь к съемкам рекламе у меня была одна гениальная реклама не скрою просто я считал что гениально звонит мне великий павел тимофеевич любишь обид санеку хочешь денег заработать я говорю очень как раз было очень как-то натужно служи есть маза масло рама было такое помните в больших коробках но неважно маргарин значит надо стоять за кадром и спрашивать как одну на вкус едем в питер и три дня халявы при том маша соловьёва который наш великий оператор машка соловьёва была у него на подхвате пол тимофеевич лебешев выстраивал кадр масло рама я не помню сколько денег я получил но главное что меня в кадре не было вот за такую я рекламу либо за рекламу которую получил всем известный наш коллега не буду называть фамина все знают о ком я говорю вот носи пожалуйста часы фирмы такое-то и сумма шести нулях ничего не надо говорить просто кое-где так сфотографируешься ну и там дальше вот за такую рекламу да ну а в принципе это это какое-то личное отношение она я опять не понимаю но может быть ко мне придет не за сумма тюрьмы не зарекай сможем не придет то время когда я буду очень рад рекламировать какой-нибудь риэлторское агентство я не знаю чего-то ну нет но пока пока слава богу бухмилова такой прям ну это совсем когда уже никуда но все все себе ломать профессию даже театре что я не понимаю а бог миловал от неудачных ролей есть бог не мило ну вот и то есть биографии вещи по которым думаешь на фига ему конечно я не буду называть ну конечно есть в моем театре прямо напротив меня сидела велика артистка файнгер и уронюшка мне моя дверь и примутно все знают ее выражение деньги ты проешь конечно 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 так складывалось иногда что были такие моменты что вот но нет ничего ну вот вообще ничего по молодости то что вообще казалось жутко да что телефон молчит тогда еще когда когда в хорошее время в хорошее советское время не тогда казалось что все гибель 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 а ты уже хватанул от этого кислорода ты уже понимаешь что это за адреналин вот этот вот и когда нету то соглашались и слава богу сейчас вот есть такой момент что и не зовут но и думаешь но и слава богу что а вот то что читаю не могу нет нет надеюсь что придет какая-то такая работа возрастная сожалению вот опять вот как вот сегодняшний интервью у нас вчера долгий очень был разговор с сыном говорит что ну сашка снимает да все знают понимают сами снимает снял пальму и сейчас работают там на одном сценарии могут но нету артистов 40 лет вот я то есть они есть но ты упираешься в 5-6 фамилий 567 а я хочу я гну езди как раньше артина режиссеры делали ехали по выбирали себе такие хорошие региональные театры до ехали смотрели и олег иван щенковский был найден саратове да много тогда будет ну пап ты говоришь о тех временах хороших вот вот хороших когда ездили ассистенты смотрели находили выезжал режиссер смотрел говорил вот ты и появлялась новая звезда из него делалось мега да сейчас артисты получается но вот игру специально артисты функция понимаешь но нету нет артиста за которым бы стояла ну простите я может быть неправильно говорю стояла бы то что стояла там за лебедевым за борисовым я помню это ощущение себя я был молодым артистом я смотрел на этого небольшого роста олега ивановича который выходил на эту сцену театр армии я я помню свое ощущение клопа клопа перед ним клопа я был выше здоровее моложе сильнее маленький уже болен но я клоп по сравнению с ним клоп от него такое поле было энергетическое колоссальное от где все это где это где выходящий на сцену человек от которого я я получаю вот это поле вот это вот назову фамилии там есть есть но да да есть есть не специально не буду есть артисты но это это штучный товар штучный так это всегда так было штучный товар и он в кино может быть не так раскрыт хотя машу аронову надо раскрывать в кино много как и она артистка много плановая но от маши ароновой идет вольтаж на два метра она такого диапазона человек я назову еще вы простите меня другие коллеги что я не называю ваши имена единица от мужиков идет вот это вот в зал это очень ценно это практически не бывает а что перед перескакивать через экран и давать вот эту энергетику туда вот за за это полотно это практически у нас этого нет а очень хочется чтобы в меня трону а то что даже сериальная система она позволяет это делать саш у нас традиция мы просим гостя револю желание дяди володи озвучить какое-то дядя володи обещает что будет исполнена дядя володи ну раз мы о кино говорили дай хороший проект пожалуйста мне там для 60-летнего артиста я присоединяюсь к просьбе потому что мне хочется увидеть великого актера великого человека еще одной великой роли спасибо спасибо беседу спасибо